И если у тебя спросят Что допустимо в отношении Всевышнего Аллаха? Мы перечислили до этого Вот последний из сифатов Качеств Всевышнего Аллаха То есть смысловых качеств Это был калям Мы до этого перечислили Те качества, которые обязательно Присущи Всевышним Аллаху То есть 13 качеств Мы это с помощью Аллаха завершили Затем наряду с этим Мы пояснили, что в отношении Всевышнего Аллаха Является абсурдным, невозможным Чем нельзя описывать Всевышнего Аллаха И сейчас приступили к третьему Это что допустимо в отношении Аллаха Что возможно И вот если спрашивают А что тогда возможно в отношении Всевышнего Аллаха? Факуль скажи Фиалю кулли мумкинин аутаркуху каирсали русуль То есть совершение Или чтобы Аллах совершал что-либо Делал что-либо или же оставлял Как допустим послание пророков Это не раз обязанность для Аллаха Аллах провел к нам милость Чтобы послать этих пророков Чтобы показать нам Как жить на этом свете В гармонии Как Как взаимоотношения свои строить в обществе С людьми С семьей и тому подобное То есть этим приходили все посланники Также приходили Чтобы знали кто есть Аллах Кто их создал Что он един И его качество разъяснить Все это В совокупности с этим приходили посланники Но однако Всевышний Аллах Не обязан их послать Что кто-то обязал Всевышнего Аллаха Такого нет Это возможно отношение Аллаха Также возможным является В отношении Аллаха Неспослание книг Кто-то Допустим Кое-то человек Что был счастливым Кто-то Был несчастным И также Чтобы кто-то Допустим Был В аду или же в раю В аду или же в раю То все это Является В отношении Всевышнего Аллаха Допустим Никто Над Всевышним Аллахом Не имеет власть Чтобы ему указывать в этом Что ему делать Что нет Всевышний Аллах пожелал Посумелся Он это делать Не пожелал Он это Не творит Ва мингу Если Аллах Ему вменялось Эту обязанность То есть Вот этой категории Именно возможного То Или же Он не мог бы это делать То это Получилось бы так Что Кто-то Сверху Как будто бы Аллах указывает А он был Макур Макур означает Покоренный Который подчиняется Кому-либо Это в отношении Аллаха Является Мустахиль Невозможным И это указало бы На слабость Когда у тебя Спросит Если у тебя Спросит Как мы увидим Аллаха Тут Задается вопрос Как мы увидим Аллаха Если он сам В Коране Сказал Не постигает Его взоры А он Постигает взоры И Это первая Аргументация Вторая Уже Логическая Аргументация Вару Яту Тасталь Зиму Ан Якуна Джисман Мутаха Изан Фиджихатин И Ведь Введение Чего-либо Обусловлено Тем Чтоб он Был Каким-то Объектом То есть Телом Который Имеет Размер Форму И в каком-то Направлении Находился А ведь Всевышний Аллах Он Как до этого Мы разъясняли Он чист От того Чтобы его Описывали Телом Качеством Тел Органами Или же Другими Качествами Творения И тут Задаются Вопросы С двух сторон То есть Первый Это с Курана Это Где Куран Это Говорит Всевышний Аллах Его не Постигают Взоры Второй Это Довод Как бы Логического Разума Если Мы Можем Видеть Только Объекты То Как Аллах Не Объект Не Тело То Как Мы Его Увидим Факуль Ты Ответь Всевышний Аллах Увидят Без Образа Без Подобия И Без Того Чтобы Он Находился В Каком-то Месте А Место Это Будет Для Верующих То Верующие Будет Находиться В раю И Они Будут В раю Видеть Всевышнего Аллаха То Они Находятся Вместе И Они Будут Видеть Всевышнего Аллаха С той Силой Которую Всевышний Аллах Даст Им Возможность Чтобы Они Видели Того Кто Существует Без Места Без Сторон То Такую Способность Нас Сотворит В наших Глазах Каким-то Объектом Это То Что Касается Вопроса Если Зададут Логический Вопрос Дальше Будет Еще Пояснение Касаемо Этого Автор Приведет А теперь То Что Касается Курана Где Аллах Говорит Куране Что Его Не Постигают Именно Слово И Драк Содержится Постигать Взоры То На Это Нужно Ответить Валя Я Заму Мина Ру Я Тиль Из этого Вытекало Постижение И Драк В арабском Язке Оно имеет Более Такой Смысл Охватывание Когда Когда Нечто Содержит Границы Объем Размер Вот Это называется Драк Как бы Чтобы охватить А Всевышний Аллах Вид не тело Поэтому Не говорится Что Идрак Аллаха Постигают А Говорится Аллаха Увидят И Между Охватыванием И Видением Есть разница Имам Аль Кур Тоби Он Пояснил Он Говорит Что Всевышний Аллах Объяснил Что Он Чист От Качеств Творений Которым Относится Как Охватывание Значения Ограничения То есть Идрак Как Как Воспринимаются Остальные Творения Но Это Не Отрицание Того Что Его Можно Увидеть То есть Когда Отрицается Идрак Охватывание Как Смысле Ограничения Возможность Видения И дальше Всевышний Аллах Сам Это Пояснит В тех Аятах Которые Мы Приведем Те Аяты Которых Упомянул Всевышний Аллах Что Его Увидят Верующие Что Касается Именно Этого Аята То Тут Отвергается Не Видение Всевышнего Аллаха На том Свете Верующими А Именно Постижение Его Взором Всевышний Аллах Обращаясь К Пророку В Коране Он Такую Историю Рассказал Которая Произошла С Мусс Когда Муса Алейхиссалям Пришел К назначенному Нами Месту То есть Турусайна Горе Синай Его Господь Говорил С ним Речью Которая Не похоже На Речи Творение И Муса Алейхиссалям Попросил Всевышнего Он Сказал Господи Покажи Покажись Мне Чтобы Я Взглянул На Тебя Дальше Всевышнего Продолжает В этом Айти Ко Ла Ла Тарони Валя Кен Зур И Ла 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 И Неста К Рана К Наху Фаса Фатарони Всевышний Аллах Ответил Пророку Мусе Алейхиссалям Ты Не Увидишь Меня Но Посмотри На ту Гору И Если Она Устоит На своем Месте Не Расколовшись То Ты Смож Увидеть Меня Я Я Я Явлю Себя Тебе Когда Когда Всевышний Аллах Как Подобавить Увеличить То есть Без Образа И Без Формы Как Это Утворение Происходит Он Явил Себя Горе То Гора Она Превратилась В пыль И Муса Алейс Увидел Все Это Как Это Произошло Он Упал В Марк Когда Муса Он Пришел В себя Он Сказал Выражая Своё Почтение В отношении Всевышнего Аллаха Субханак То есть Пречистый Пречистый Всевышний Аллах От Любых Недостатков И От Того Чтобы Быть Похожи На Созданных И Я Раскаюсь Перед Тобой За То Что Осмелился Обратиться К Тебе С Такой Просьбой Без Твоего Повеления Я Являюсь Первым Из Верующих То Из Твоё Повеление Как В Этой Жизни Также На Том Свете Муса Алейх Салям Когда Всевышний Аллах Ему Установил Определённое Время И Он Пришёл В нужное Место Чтобы Говорить Со Всевышним Аллахом То Попросил Всевышнего Аллаха Так же Чтобы Он Имел Возможность Его Увидеть Какой Он Всевышний Существует В реальности Но На этом Свете Всевышний Аллах Что дал Знать Мус Алейх Что На этом Свете Природа Человеческая Природа Она Такова Что Мы Не Можем Вынести Величие Видение Всевышнего Аллаха И Всевышний Аллах Обусловил Это Тем Что Если Тело По Своей Приводе Если Она Выдержит То Всевышний Аллах Я Явел Бо Себя И Пророк Мус Алейх Но Такова Те Законы Те Которые Устан Всевышнего Физический Закон Этого Мира Что Они И Как Человеческая Природа Так же Другие Творения Не Способны Увидеть Всевышнего Аллаха И Когда Мус Алейх Пришел Себя Он Покаяние Муса Не Было Связано С Грехом Потому Что Муса Алейх И Так же Все Пророки Они Безгрешны Они Ма'сум Они Те Которые Не Описываются Грехами Согласно Акида Ахли Сум Джамма Но Однако Как До Этого Говорилось Он Это Выразил Как Уважение Ко Всевышнему Аллаху Что Он Без Его Соизволения Попросил Об Так же Есть Аэт В котором Всевышний Аллах Указывает Что Верующие Увидят Всевышнего Аллаха И Это Самое Большое Наслаждение Для Верующего Увидеть Своя Создателя Тот Который Создал Нас Всю Эту Вселенную Огромных Размеров Тот Который Не Похож На Творение Который Существует Без Места Без Сторон Без Направления Который Не Подвластен Пространством Временным Ограничением То есть То что Он Сам Сотворил И Увидеть Всевышнего Аллаха Это Является Самым Большим Благом Для Верующего Человека На том Свете Всевышний Аллах В Коране Говорит Лица Верующих В тот День Суда Будут Сияющими На Господа Своего Взирающими То есть Верующий Увидит Всевышнего Аллаха В раю Подобно Тому Как мы Видим Как видим Луну Или Солнце То есть Не в смысле Подобно Луне Солнце А в том Смысле Столь же Очевидно И ясно Мы увидим Всевышнего Аллаха И есть Подобный Хадис Который Приводят Многие Мухадисы И около Двадцати Сподвижников Которые Приводят В достоверных В достоверных Своих сборниках Имам Аль-Бухари И мусульм Что пророк Мухаммад Салли Аллаху Алию Сам Обращаясь К сахабам Он сказал Поистине Вы увидите Своего Господа То есть Всевышнего Аллаха Как видите Луну В полнолуне То есть Безоблачную Погоду И Вы не будете При этом Толпиться Чтобы увидеть Всевышнего Аллаха То есть Это говорится О том Что Это не будет Подобно Тому Как мы Видим Друг Друг То есть Когда Людей Или Какие-то Предметы На расстоянии И тому Подобное То есть Не будет Подобно Творению И Видение Всевышнего Аллаха На том Свете Будет Без Подобия Без Образа Без Направления Всевышнего Без Какого-либо Расстояния Близости И так Далее И Обитатели Рая Увидят Всевышнего Который Не похож На Свои Сознания Точно так же Как Если бы мы Видели Полную Луну Безоблачную Погоду Разве У нас Было бы Сомнение Что это Луна Нет Вот Подобно Так же Мы увидели Всевышнего Аллаха Но когда Посланник Аллаха В этом Хадисе Говорит Мы увидели Всевышнего Аллаха Как Видим Луну Безоблачную Погоду Это Неуподобление Луны Со Всевышним Аллахом Как будто Это объект На таком расстоянии Будет Тому Подобно Однако Это Ру Я беру Я Значаю То есть Введение Именно Созерцание Будет Такой же Столь Очевидным Как мы Если Видим Луну Безоблачную Погоду И Также Это Всевышнего Аллаха Нельзя Представлять Как будто Как Образы Света Как будто Какой-то Свет Придет И Тому Подобное Как будто Будет Пространственный Какой-то Промежуток И Расстояние Какое-то Это В отношении Аллах Всевышний Чист от этого Всевышний Аллах не является Ни светом Ни тьмой Он создатель Света и тьмы Не будет Не будет Не будет Такого Уважаемые Слушатели Что Между Верующими Людьми И Всевышним Аллахом Будет Какое-то Расстояние Допустим 5 километров Километра Будет Соответствовать Не телу То есть Как Подавать Всевышним Аллаху Но Однако Мы себе Находясь Вот В этом Мире Мы не можем Представить Не тело Чтобы Что-то Было Не объектом Каким-то Материальным Физическим Потому Что В нашем Мире Мы только Видим Объекты И качество Этих Объектов И Нечто Другое Мы Не Видели Поэтому Проводить Аналогию С той Реальности Которым Мы Существуем С Это уже Аналогия Будет Ошибочна В этом Плане Но В Ахира Как Высказывались До этого Мы увидим Всевышнего Аллаха И Аллах Создаст У нас Способность Увидеть Его Без места Без Пространства И мы Знаем Что Всевышний Аллах Не похож На нас Всевышний Аллах Сказал В Коране Что Нет Ничего Подобного Ему То есть Абсолютно Нет Ничего Подобного Всевышнему Аллаху И поэтому Мы знаем Точно Каким Созерцание Не будет То есть Каким Оно Не будет Это Не будет Подобно Тому Как мы Видим Объекты И предметы В этом мире Созерцание